Всем привет! Сегодня у нас видео о долгожданных идей, подарках на Новый год и на любой другой, в принципе, праздник. Я представлю вам сегодня такие варианты подарков, которые подойдут действительно на любое какое-то событие. Неважно, это не обязательно должно быть даже какое-то важное событие, какой-то день рождения, Новый год, либо какая-то дата юбилейная обязательно. Это может быть просто повод, чтобы порадовать другого любимого человека. Эти варианты подойдут, наверное, больше тем людям, которые своих половинок очень хорошо знают. Либо, может быть, это не ваша половинка, а ваш очень хороший друг, подруга. Это человек, которого вы действительно очень хорошо знаете. Варианты, которые подойдут для многих людей, это, конечно же, книги. Независимо от того, парень вы или девушка, вы в любом случае читаете правильно. И, как в моем случае, у меня парень увлекается очень программированием, всяческими такими своими штуками. Я в них не соображаю, поэтому подсказать я ему ничего не могу. Но есть у нас интернет и книги, из которых можно черпать некую информацию. Поэтому почему бы и не подарить на любой какой-нибудь праздник, также Новый год, подарить ему просто либо ей книгу, которую, допустим, может быть, ваша подруга, ваша девушка, ваш друг, неважно кто, просто давно хотел прочитать какую-то книгу. Может быть, у него есть цели, и он уже знает, какую книгу он хочет. Либо по профессии можно подобрать книгу, либо по каким-то хобби, предпочтениям. Если человек увлекается фото, видео, ему также можно подарить книги с таким направлением. В этом варианте можно экспериментировать, можно просто креативно подойти к этому. И я думаю, вы меня, в принципе, поняли, что я имела в виду. Не обязательно книга должна быть любовного романа. Можно подобрать всё, что угодно, всё, что не вам сблагорассудится, а всё, что вы считаете подойдёт вашей половинке, вашему другу, либо знакомому. Также ещё такой вариант, это новомодная штука. У меня на данный момент это немодный аксессуар, какой-то немодная вещь. Сейчас на рынке множество новинок таких вариантов, какой покажу я вам. Это приставка, у меня на данный момент Xbox 360. Есть уже варианты и The One, и PS2, PS4. В общем, да, их множество, обширное множество на рынке. И можно почитать в интернете, какая лучше. Может быть, сделать совместную покупку, как мы делали с молодым человеком. Она у нас была обдуманной. Мы также просто её себе преподнесли в подарок. Если вы просто знаете, что ваш какой-нибудь человек, не буду уже повторяться, любимый и всё такое, в общем, ваш человек именно, он увлекается играми, любит проводить много времени за компьютером. Я думаю, он также будет не против проводить время и за приставкой, поэтому это, конечно же, подарок в любом случае. Ну и также не обойтись без джойстика к этому подарку. Можно либо всё вместе подарить, либо подарить одну приставку, да, как вариант, и джойстик подарить на следующий раз. В любом случае с приставкой должен идти хотя бы один джойстик, потому что ему нужно будет играть как-то, чтобы эта приставка не стояла просто в углу, да. Это, опять же, как вариант. Если у вашего человека уже есть приставка какая-то, можно просто также выбрать дополнительный джойстик к этой приставке, потому что к вам могут приходить друзья, к нему могут приходить друзья, и чтобы на каждого человека хватило по джойстику, чем больше их, тем лучше, тем веселее. Также в идею подарков я хочу включить такой вариант, как наушники. Я себе недавно приобретала, себе любимое, почему бы и не приобрести, правильно? Также можно преподнести вашему человеку такой подарок. Если вы видите, что его наушники поизносились, либо у него вообще их нет, правильно? Можно просто намеком спросить, да, почему у тебя нет наушников, ты не любишь, либо там, не знаю, какая-то другая причина у него найдется, да. Если у человека просто, может быть, нет возможности приобрести, либо он никогда об этом не задумывался, либо то, что он хочет слишком дорого, это как раз-таки первый шаг к тому, чтобы просто вот преподнести ему такой подарок. Также есть множество вариаций наушников, которые подходят для игр также, подходят для работы, разговора по скайпу. Разные бывают наушники, разной ценовой категории, поэтому выбрать есть из чего, и подарить вы найдете точно что-то. Ну и также, если ваш человек увлекается фото, видео, уместно будет подарить ему какую-нибудь камеру, например, влоговую камеру, неважно, какой она будет фирмы, главное, чтобы она была компактная, мини, удобная, и это будет очень хороший подарок, поверьте мне, я бы была бы очень рада такому подарку. Также есть вариант стационарной камеры, либо камеры с большим мегапикселем, и больше направленность у нее на фото, качество именно фото, а не видео, но также будут хорошие видеосъемки. В общем, можно подарить камеру побольше, покачественней, да, и можно будет на нее снимать и дома видео, и на улице, где угодно. У меня на данный момент без какого поворотного экрана, но сейчас их также обширное множество, и очень много также недорогих вариантов, которые есть с отворотными экранами, с поворотными, в общем, со сменными линзами, их очень много, выбрать есть из чего. Также я считаю хорошим вариантом подарка телефон. Допустим, я показываю свой вариант, потому что у меня нет другого телефона, поэтому я покажу именно свой. Я считаю, что мой вариант тоже не хуже других каких-то. У вас может быть множество предпочтений, у вашего человека также. Вы можете подарить любую другую модель. Главное, чтобы человек именно желал ее, вы именно подарили то, что он хотел. Но это также может быть подарком, идеей подарка для Нового года, для любого другого какого-то торжества, потому что это тоже всегда уместно, и люди не могут в любой момент пойти себе что-то приобрести. А если им преподносят такой подарок, то это, конечно же, вообще вау. Я бы, конечно, тоже была рада. Я, в принципе, и была рада, потому что мне также на мой день рождения преподнесли в подарок телефон, и я просто безмерно этому была рада, счастлива. Я не знаю, это, наверное, минимум, что я могу сказать. Максимум — это просто мои эмоции, мои ощущения, которые не передать на камеру. Также есть вариант преподнести ноутбук, компьютер, неважно, что требуется вашему человеку. Если вы видите, что у вашего человека там поизносился ноутбук, либо у него вообще его не было никогда, и вы, в принципе, считаете, у вас есть возможность преподнести такой подарок, потому что не все преподносят такие подарки. Если у вас есть некий бюджет, которым вы располагаете, и, конечно же, любите дарить такие дорогостоящие подарки, также есть бюджетные варианты. Это, опять же, варианты с техники. Допустим, можно подарить какую-нибудь прикольную мышку, которая будет нравиться вашему человеку. Если это девушка, то можно что-то такое более-менее лаконичное, тоже в меру прикольное, в меру такое экстравагантное. Если у вас парень, то у меня есть, например, вариант для парня, потому что у меня, допустим, обычная мышка, я не заморачиваюсь на этот счет. Главное, чтобы она была функциональная и работала хорошо. Для парня вариант вы можете наблюдать. Он довольно-таки прикольный, и главное, что он ему нравится. Такой вариант тоже может быть подарком, потому что он бюджетен и, соответственно, он полезен. Я лично за полезность подарков. Конечно, можно подарить и какие-то финансы, да, но, опять же, чувство подарка немножко пропадает. Если, конечно, человек попросил сам, то, как бы, пожалуйста. Если человек ждет подарков, то я считаю, что что-то нужно дарить стоящее, не в плане дорогостоящая, а в плане стоящую вещь, которую он будет пользоваться на протяжении какого-то длительного времени и будет пользоваться ею и вспоминать того именно человека, вот эти ощущения, этот именно момент, когда он получил этот подарок. И это ни с чем не сравнимо, поверьте мне, это очень важно. Мы живем ощущениями, мы живем эмоциями, эмоциями, поэтому это очень важно. Ну и вы, наверное, спросите, где же косметика? Косметика будет, не переживайте. Я подобрала несколько вариантов, и на этот раз у меня такие более-менее бюджетные варианты, как раз-таки подойдут больше, наверное, для девушек, потому что предыдущие варианты, они подходят, как я уже говорила, и для девушек, и для парней, и не важно, кто это, друг, подруга, близкий вам человек, не важно тоже, кто это. Здесь также варианты могут быть и для подруги, и просто для девчонки знакомой, которая вам просто нравится, и вы хотите чем-то ее просто побаловать. Также такие варианты, которые я сейчас перечислю, могут подойти и для подарка любимой девушки, если вы знаете ее предпочтение, ну хотя бы на 90%. Я считаю, что такие варианты, как палетки теней, помады и все в таком духе, мне кажется, неуместно. Я считаю, что это все индивидуально, и пусть лучше она сама ходит и выбирает. Можно, конечно, пойти и выбрать с ней вместе ей же подарок, но это уже будет все равно тоже немножко не то, потому что идея самого подарка, когда ты вот получаешь его, раскрываешь, да, и ты в шоке от того, что твой молодой человек, да, вообще додумался до этого. Как? У меня идеи такие. Можно подарить, допустим, комплект бальзамов для губ. Это очень актуально. Допустим, пусть это будет не главный подарок. Вы можете подарить, к примеру, тот же телефон, подарить набор вот таких бальзамов от Невея. Можно эти бальзамы сделать любым другим дополнением к основному подарку. Поэтому я считаю, что бальзамы для губ это такая вещь, которую можно дарить всегда, вот просто на любой праздник, абсолютно. Просто либо, чтобы это было как дополнение к подарку, либо в любой другой день вы можете просто преподнести девушке якобы, вот я забочусь о тебе. Также идеей подарка может быть какой-нибудь комфортный, большой, теплый шарф. Это очень-очень хороший подарок, тем более, что он стоит недешево, ну и не слишком дорого, да, и вы можете позволить подарить такой подарок, если вы знаете, что этому человеку, которому вы собрались его дарить, либо просто подумали о этом подарке, вы знаете, что этому человеку нравятся такие шарфы, тогда действуйте, покупайте обязательно, можете упаковать его как-нибудь прикольно, можно его завернуть вообще колбаской, скрутить его в несколько раз и перевязать ленточкой, и человек вообще не поймет, что это такое, он будет думать, что вы ему какую-то колбасу дарите. До этого я предлагала вам бальзамы Невея, вы знаете, что у меня к ним большая любовь, поэтому я их всем и предлагаю. Но если ваш человек, допустим, девушка, да, либо подруга давно мечтает о бальзаме Кармекс, вы можете спокойно ей приобрести, потому что в интернете спокойно можно заказать их без проблем. Если вы не можете и не умеете, либо не хотите заказывать через интернет, вы можете спокойно купить в любой точке вашего города, просто погуглите, где можно в вашем городе приобрести такой бальзам, и вам обязательно вылезут какие-нибудь адреса. Я, допустим, знаю в нашем городе, где можно заказать такие вот всякие вкусняшки, и не обязательно даже заказывать их через интернет. Допустим, бальзамы те же Эос и все остальные можно приобрести, вот буквально пройтись в магазин. И эта идея для подарка была бы очень хороша, поэтому я советую вам как-то, может быть, скомбинировать. Если вы ничего такого обширного не дарите, то подарите просто неплохой такой косметический набор. Не обязательно это должен быть какой-то уход для лица за телом или еще что-нибудь. Вы можете подарить крем для рук, к примеру, бальзам хороший, может быть, даже парочку, да. Также идеи для подарка может быть туалетная вода, либо духи какие-нибудь. Тот вариант, который я вам хочу показать, это вариант беспроигрышный. Я уже показывала вам водичку вот эту вот от Диметр. Я говорила, что там очень много запахов, очень много. И они такие прикольные, такие все необычные, что можно их преподнести любому человеку. Там есть запахи унисекс, есть именно девчачьи, есть, которые подойдут и парням. И можно выбрать любой другой запах, если, конечно, вы уверены, что этому человеку он понравится, потому что там обширное количество запахов, и вы можете выбрать для него любой. Либо может просто приколоться и преподнести какой-нибудь аромат и сказать, угадай, что это. И человек будет сидеть гадать, и в итоге не угадает в любом случае, если он, конечно, не знает эту марку. Это также будет весело. Ну и, в принципе, все, что здесь я вам наговорила, можно комбинировать между собой, что-то чем-то дополнять, быть креативными. Просто креативьте что-нибудь, делайте что-нибудь, как-нибудь комбинируйте. Также идеями подарков могут быть любые другие какие-нибудь купоны в какой-то салон, магазин, я не знаю, на покупку какого-то определенного того же аксессуара, средства, либо техники. Можно дарить все, что угодно. Я уже говорила, мы все зависим от эмоций. И те эмоции, которые нам дарят окружающие, соответственно, они все происходят от того, что мы дарим окружающим. Поэтому действительно так и есть. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали они с тобой. Но при этом не вы одни и не я, да, одна должна это делать. Я призываю вас всех делать что-то хорошее. Быть добрыми, быть отзывчивыми и просто быть человечными. Это все идеи подарков. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не держите зла на меня. Опять же, если вы держите зло, то вы злой человек. Становитесь быстро и добрым. Всем спасибо за внимание. И, конечно же, обязательно встретимся в следующих видео. Всем пока-пока! На самом деле он именно бордового оттенка такого, даже, можно сказать, темного довольно-таки. И за это он мне очень нравится. Я знаю, что этой осенью такие цвета были очень модны не только в помадах, не только в каком-то макияже, но и в одежде. И не могла просто пройти мимо этого свитера. Я даже не предполагала, что он станет моим фаворитом.